Чего хочет женщина? На этой праздничной неделе такой вопрос задавал себе, ну, пожалуй, каждый мужчина. А вот социологи знают ответ, по крайней мере, на вопрос, что хочет женщина от своей работы. К слову, нынешнее поколение дам, в отличие от пресловутых Клары Цеткиной и Розы Люксембург, за равноправие не борются, а по крайней мере карьерное. Ольга Качкурова расскажет подробнее. Социологи одного из крупных рекрутских сайтов в преддверии Международного женского дня проанализировали 75 тысяч резюме-амичек и сделали вывод, у них нет карьерных амбиций. И только треть женщин, ищущих работу, претендует на руководящие должности. Например, среди соискателей на позиции топ-менеджеров только 28% резюме принадлежит женщинам и 72% мужчинам. Похожая ситуация в сфере IT, где традиционно предлагают высокий заработок. 9% резюме от женщин против 91% от мужчин. А вот не в такой престижной сфере, как торговля, в числе претендентов абсолютное большинство именно женщин. Продавцами хотят быть 74% женщин и только 26% мужчин. 87% резюме-бухгалтеров тоже от представительниц прекрасной половины человечества. Они также хотят найти работу в сфере рекламы и маркетинга. Чаще всего работают ущут амички от 25 до 30 лет – 35%. И в возрасте 20-25 лет – 31%. Каждое пятое резюме размещают женщины в возрасте 30-35 лет. Каждое десятое в возрасте 35-40 лет. То есть большинство женщин после 40 работу не меняют или становятся домохозяйками. И вне зависимости от возраста у абсолютного большинства соискательниц невысокие зарплатные ожидания. Так, например, в сфере маркетинга и рекламы женщины согласны получать на 8% меньше, чем мужчины. В госсекторе разница 11%, в медицине – 20%, в образовании – 25%. И самый большой разрыв в зарплатных ожиданиях у специалистов IT-сферы – 33%. Исследователи полагают, что сейчас размер зарплат женщин соответствует тому уровню, который был у мужчин 10 лет назад. Так, в среднем амички надеются зарабатывать около 19 тысяч рублей, а вот мужчины не хотят получать меньше 24-х.